Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные и резонансные события. Сегодня говорим о предстоящих выборах президента Турции и попытках США провести на этот пост своего кандидата. 14 мая в Турции состоятся, ну по крайней мере должны состояться, президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента 69-летнего Раджепа Таипа Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылыч Дараглу, которого турецкие и независимые СМИ называют вторым Зеленским. Какой выбор предстоит сделать стране и насколько далеко готовы пойти Соединенные Штаты, чтобы повлиять на этот выбор. Обсудим с экспертом. На связи со студией политолог Евгений Михайлов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. На днях в одной из популярных турецких интернет-газет появилась информация о неком грязном плане Соединенных Штатов, который они собираются реализовать в Турции. Чем так эти выборы в Турции президентские для США важны? Я думаю, что подобные выборы важны тем, что Соединенные Штаты Америки уже сделали свою ставку. Сделали ставку на 74-летнего оппозиционера, профессора экономики Кемаля Кылыч Дараглу. И был уже недавно скандал, что Эрдоган заявил Америке, что для посла его закрыты там все двери будут, так как он провел именно встречу с его оппонентом. Ну, был громкий скандал. Оппонент Эрдогана, я думаю, я согласен с мнением турецких СМИ, что это будет второй Зеленский. Дело в том, что он на протяжении долгих лет, начиная с 2014 года, он выстраивал отношения к России. Как бы, да, нам нужна Россия. Да, мы готовы там где-то дружить. Дружить. Потом, когда в события в Сирии, он говорил, что нам не нужно ни влияния ни России, ни Америки. То есть у него такие высказывания схожие с Зеленским, когда тот хотел свой народ как бы примирить и, ну, как бы перед своими выборами. Обещая, что и с русскими будем дружить, и с теми будем дружить, и с теми будем дружить. Но совершенно очевидно, что Америка прилагает максимум усилий для того, чтобы привести вместо неудобного Эрдогана своего человека и прикладывает к этому максимум усилий. Сейчас пока оппозиционер всего лишь на несколько процентов проигрывает по экзит-полам Эрдогану. Но я думаю, что Соединенные Штаты не сидят сложа руки и прилагают максимум усилий, чтобы оппонент Эрдогана выиграл выборы. Чем это нам чревато? На самом деле США заинтересованы в том, чтобы разжечь конфликты по другим границам Российской Федерации и в тех странах, где напрямую сталкиваются интересы России и Турции. И свой кандидат будет в этом плане наиболее приемлем. Эрдоган, он неприемлем для Соединенных Штатов Америки. Он ведет абсолютно самостоятельную практически политику. Будучи руководителем второй страны в НАТО, крупнейшей, мощнейшей армии в НАТО после США, он как бы не поддерживает ту политику санкционную, которая развязала коллективный Запад и играет как бы такую нейтральную роль. И, соответственно, оказывает тем самым Российской Федерации, на мой взгляд, впрочем, и своей стране неоценимую услугу. Это не устраивает Соединенные Штаты Америки, и они реально хотят, чтобы Турция ввязалась в боевые столкновения в Карабахе, в Сирии, в Ливии, везде, где у нас есть пересечения с национальными интересами Турецкой Республики. Но вы сказали, что Турция не присоединилась к этим санкциям. Действительно, для Турецкой Республики это невыгодно. Но, кроме того, Турция хочет стать таким главным, что ли, переговорщиком-миротворцем в российско-украинском конфликте. В случае смены власти, в случае поражения Эрдогана, позиция официальной Анкары изменится и по отношению к санкциям, и по отношению вот к этому конфликту. Вы знаете, я уверен, что в случае смены Эрдогана позиция Анкары изменится. И буквально в течение месяца. И какие последствия будут, сложно предсказать. Потому что Турция серьезный игрок. Сейчас Эрдоган действительно пытается быть неким миротворцем. И дело в том, что мы идем навстречу. Мы помогаем Эрдогану в данном контексте. Пытаемся проводить на его площадках в Турции какие-то переговоры. Пусть они и воспринимаются даже в самой России несколько неоднозначные результаты этих переговоров. Особенно там зерновая сделка и так далее. Мы даем шанс Эрдогану быть посредником между нами, Украиной, а точнее между нами и западным миром. А зерновая сделка это козырь в руках Эрдогана? Ну вот сейчас мы дали ему козырь. На самом деле, я вижу по реакции российского руководства, что сама зерновая сделка под гарантией Турции не выполняется теми странами, которые стоят за Украиной. И Эрдоган сейчас заинтересован в том, чтобы условия сделки были соблюдены. Мы даем ему шанс. Мы же опять пошли на его предложение продлить зерновую сделку. Мы пытаемся помочь Эрдогану быть таким сильным лидером, показать, что и в собственной стране, что он весомая фигура на мировой арене. И опять же, случайные слухи, что в свое время мы помогли Эрдогану избежать свержения в 2016 году. То есть сделали правильный выбор, вектор, так сказать, на фоне того конфликта после сбития нашего истребителя в Сирии. Как бы дали возможность перезапуститься отношениям с Турецкой Республикой. И это дало свои плоды. В итоге все эти события привели к тому, что Турция сейчас абсолютно нейтральна в большей части вопросов западной критики Российской Федерации. Ну, у нас действительно были разные в истории моменты и с этим самолетом, и с госпереворотом в 2016 году, когда мы Эрдогана поддержали. Но на обывательском уровне что такое Турция? Турецкие помидоры и отдых в турецких отелях, на турецких побережьях. Турция настолько важна для нас, что ее нужно поддерживать, как политический и экономический партнер? Да, Турция для нас важна и всегда была важна. Я всегда говорил раньше в эфирах, в тюркских каналах, в интервью говорил о том, что нас намеренно сталкивали албами в течение 300 лет. Англосаксы, ну вообще Европа намеренно сталкивала албами. Мы только лишь пару раз выступали где-то в союзнических отношениях с турецкими правителями. Ну и как бы это отразилось на всей истории Российской империи и Османской империи. И я думаю, что вот именно при Эрдогане наступило время пересмотра всего того, что произошло и выстраивания новых отношений. Турция мощная держава, несмотря на все проблемы, которые существуют. Там и промышленность, и текстильная промышленность. Это не только помидоры. Это влияние в большом таком тюркоязычном пространстве. Турция недвусмысленно намекает на свое влияние в странах Средней Азии. Недвусмысленно намекает на то, что у нас даже на территории России очень много так называемых тюркоязычных народов. И здесь мы должны сотрудничать с Турцией в плане развития отношений. Не давать, опять же, договариваться с Турцией, чтобы не было никаких поддержек так называемых сепаратистских движений, протурецких на территории Российской Федерации. То есть это вопрос диалога. Турция – это наш сосед. Америка – это наш заокеанский враг, скажем так. И Европа – это отдельный разговор. И поэтому в Турции строится атомная электростанция. Атомная электростанция – это строится нами. Это залог на десятилетия отношений более-менее равных, таких каких-то в политике, ну как в экономике, потому что это колоссальный проект. И всегда страны, обладающие возможностями строить АЭС, где-то там за свой счет в кредит или еще что-то, они увеличивают свой политический ресурс в тех странах, где это происходит. И, соответственно, Америке это тоже не нравится. Евгений, извините, что перебил. Ну, у Турции действительно есть свои интересы, свои противоречия, свои проблемы. И одна из них – это так называемый курдский вопрос. Вот как будет разыграна эта карта? Это очень сложные, так сказать, сложные вопросы. И в этом, я думаю, что мы можем сильно помочь Турецкой Республике. Потому что Советский Союз в свое время очень плотно контактировал, ну, в силу того, что Турция – это страна НАТО, с Курдистаном, да, с арестованным сейчас Турцией на пожизненное Аджаланом. Мы как бы поддерживали, мы его поддерживали, движение все. И у Турции есть все шансы при большем взаимодействии с Российской Федерацией решить и курдский вопрос. Ну, потому что именно Российская Федерация, она не сама по себе, она может к курдскому вопросу подключить тот же Иран и другие страны, с которыми мы сейчас достаточно плотно сотрудничаем. Арабский мир, сейчас идет перестройка. Везде, где американцы плотно влияли и держали, так сказать, руку на пульсе, они теряют контроль. В той же Саудовской Аравии мы видим, что руководство этой страны нацелено на большую самостоятельность своих действий, на большее взаимодействие с другими странами, не поддавая давлению Соединенных Штатов Америки. И это выстраивается новой полюсовлияния. И я думаю, что если Турция сохранит в своем Эрдогана в качестве лидера, я думаю, мир будет меняться прямо на глазах. Эрдоган, сохранив свой пост, увидев все, что делали против него американцы и будут делать, он, я думаю, возьмет более такой самостоятельный курс, еще более самостоятельный курс и пойдет на большее сближение с Россией и ее союзниками. То, что выборы пройдут после страшнейшего землетрясения с огромным количеством жертв, с колоссальными разрушениями, как-то может повлиять на исход голосования? Это, конечно, большая трагедия была для Турции. И внутренние силы оппозиции по максимуму воспользовались жертвами землетрясений, чтобы обвинить Эрдогана в неких там провалах в политике, во внутренней политике, там отсутствие взаимодействия между спасательными службами. Вот это все шишки посыпались на Эрдогана. Но, на мой взгляд, именно в последнее время он как-то смог сгладить эту ситуацию, взять ее под контроль. И, то есть, тяжелое вот такое напряжение в данном вопросе, оно сохраняется, но оно не превалирует. То есть, оно не позволит исключительно благодаря вот этим последствиям снести Эрдогана. То есть, насколько я знаю, Эрдоган перед выборами его команда, его люди, спецслужбы ведут интенсивные диалоги с оппозицией. И в той же самой оппозиции нет полного единства мнений в том, кого поддержать. Хоть и единственный, единый конкурент есть от оппозиции, но оппозиция сама неоднородная. И я думаю, что на выборах часть оппозиционного населения проголосует, оппозиционно настроенного населения осознанно, обдумав все, проголосует именно за Эрдогана, а не за кандидата от оппозиции. И это даст ему шанс выиграть. В завершении, если можно коротко, некоторые эксперты считают, что если Эрдоган не победит, то у него еще остается возможность ввести чрезвычайное положение, аннулировать результаты выборов, чтобы избежать гражданской войны. Вы допускаете такое развитие событий? Подобное развитие событий можно допустить. Тем более, что еще раньше я часто общаюсь с политологами, как из Турции, с Азербайджана, потому что я работаю в этом направлении. Они в один голос говорили, что в случае провала Эрдогана, провала Эрдогана, Турцию ждет, именно Эрдогана, Турцию ждет гражданская война и раздел Турции минимум на три части. Это не устраивает многих игроков, естественно, ну, за исключением Соединенных Штатов. Хотя им тоже наверняка не нужна гражданская война на территории Турции, потому что тогда некому будет сопротивляться продвижению российским интересам, скажем так. Ну и вполне можно допустить вариант, что Эрдоган, будучи жестким, сильным лидером, отцом нации, я бы сказал, в любом случае тоже, он после Ататюрка, он, пожалуй, самый сильный лидер турецкого народа, он может ввести чрезвычайное положение с целью недопущения дестабилизации обстановки и сможет объяснить населению свои шаги. Спасибо большое. Напоминаю, у нас на связи был политолог Евгений Михайлов. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова